Здравствуйте, с вами Надя и Лариса. Вы слушаете проект Мамины сказки. Сегодня мы обсуждаем сказку Сомова «Русалка». Лариса, пару слов не хочешь сказать про сказку, потому что у меня сразу заключение. Мне хотелось всё-таки для начала разогнаться, поговорить о самой сказке, а уже потом приступить к заключению. Ну, я хотела сказать, что очень поэтичная сказка. Естественно, сразу вспоминается Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки». Но по стилистике всё очень похоже. Всё очень кинематографично, всё так с картинками. Всё представляешь, эти поляны, этот Днепр, этих девушек с венками, которые кажутся зелёными волосами. Этот красавец со сладким волосом, чёрными усами. Нет, всё, что касается языка, всё очень поэтично, всё очень красиво, всё так медово-душистое, то есть со звуками, с красками. Очень красивая сказка. Красивая сказка. А вот у меня почему-то ощущение осталось... Готичная, готичная, ну, такая мрачно красивая, но у меня, честно говоря, у меня сразу возник вопрос, а почему ты выбрала эту сказку? Вот, в моём представлении... Ну, мне казалось, ты немножко другие сказки выбираешь. А какие сказки выбираешь? Для меня это очень... Для меня это очень необычный выбор именно тобою. Почему? В этой сказке. Почему? Ну, потому что мне обычно казалось, что тебе интересны сказки, ну, либо какие-то там чудесно волшебные, может быть, какие-то более оптимистичные, или они как-то связаны там с выбором, с какими-то такими интересными жизненными выборами человека. Ну, вот сказка о порушенной девичьей судьбе, мне показалось, это не совсем твоя тема. Ну, для того, чтобы ответить, наверное, надо вспомнить о том, что ты же понимаешь, моё прошлое, вернее, моё воспитание в русле, в языческом русле, оно же даёт себя знать, ты же понимаешь. Я вообще очень люблю сказки, которые вызывают этот ужас сладкий, вот как Гоголь, помню, где-то писал я тоже, вот что, и вот это состояние, когда ты боишься, и вот сидя как в кругу света, знаешь, у костра, а снаружи бродят эти тёмные такие тени, и когда всё очень страшно, да, мне это ощущение доставляет просто наслаждение. И вот как раз русалка, она относится к этим сказкам, когда ты сидишь и боишься, и по спине, на спине, на згрифке волосы встают, вот это вообще самое то. Но здесь такой, он очень поэтичный этот ужас. Да. Если брать, например, сказку про Василису Прекрасную, там это капище Бабы-Яги, да, с этими горящими черепами, с этими всадниками жуткими, ну, там не было такой поэзии, как мне показалось. Там суровый такой себе ужас, безо всяких особых... Ну, ты пойми, там же ещё... Подробности, да. Тут же ещё момент такой, что это же малороссийская сказка, и в принципе ты же заметила, что язык, конечно, он и певучий, и образы, и вот это всё, это же в принципе, мне кажется, ещё и этим объясняется, что всё-таки это с украинского, да? Да, да, возможно. И поэтому, да, и образы, и вот все поиски вот этого какого-то мягкого звучания этого всего, да? Вот. И вот что интересно, вот про русалок, да, потому что вот, помнишь это описание, когда вот русалка вернулась, как бы мать, вернее, её вытащила, да? И она вернулась, помнишь, она сидела год, и мне это вот описание, оно же достаточно жуткое, да? Жуткое, и она очень... Когда она сидит, смотрит в печку, вагоне, и с синим лицом, и положив там руки на колени, это неподвижно. Да, 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 да. И вот как раз вот это вот очень тоже, опять же, отвечает моему внутреннему ощущению, что вот когда ты общаешься с силой, вот с тёмной, с той же, да? И когда ты вот вернул даже, и в принципе вот эта тема, когда ты при помощи заклинаний пытаешься оживить мёртвое, да? Оно же очень во многих, в современных, там, не знаю, там же Стивена Кинга же, помнишь, это вот есть про собаку, которая вот, он пытался её тоже оживить, потому что любимая собака была, был такой роман, кучу, да? Ну вот, и вот это вот состояние, это очень похоже вот тоже, что вот эта вот мать её вызвала как бы, да, вернула себе, но это уже чудовище, это не её дочь, а нечто другое, да? Вот, и я, кстати, и вот я всё думала, да, о чём эта сказка, собственно, говорят, для меня, ну, исключая эту саму поэтику, вот этих русалок и так далее. Во-первых, я поняла, что сказка мне показалась, да, вообще весь этот образ русалок и так дальше, мне показалось очень, что эта сказка вообще для мужчин. Да, потому что как бы я как женщина, я, конечно, себя ассоциирую не с этим красавцем, с поляком, да, как бы, ну да, понятно. С девушкой, с русалкой, да, и при этом я всё время ещё думала, да, что помнишь, вот как бы, когда вот эта гарпинка как раз матери говорит, что мне очень тяжело, отпусти меня, что мы же там кувырка, что мы там внизу, хорошо, там никаких забот, да, и что, и в принципе я ведь понимаю так, что утопленники же, они же не только девушки, да, что, естественно, там есть какие-то же, ну, в конце концов, рыбаки, которые как-то погибли там, не знаю, во время. кого-то же они утащили на дно, нас говорила, что страшного, что, ну, кого-то мы защекотим, кого-то утянем себе на дно, ну, у нас же там хорошо. Да, то есть понятно, что там какие-то есть разные существа, кроме, вернее, разные, ну, существа уже, да, кроме девушек. И тем не менее, вот только девушки вот там с этими венками выбегают на Ивана Купала, там бегают за эту зелёную неделю-то, да, вот как бы, и я подумала, что вот представь, да, выбегают эти русалки, эти девушки, вот эти они бегают, да, и там бегают, смеются, да, вот кого они заманивают, так-то по ходу. Ну, естественно, это же они и мужчин заманивают, да? Ну, в общем-то, да. Кто побежит в этот круг вот этих девушек, в круг и так далее, да? И я потом представила, хорошо, и поэтому я говорю, что сказка написана для мужчин, потому что там же нет каких-то зеленоволосых молодцев, которые в хоровод бегают, да? И опять же я подумала, какая девушка понесётся в хоровод вот кучу мужиков, вообще говоря. Ладно бы там, он как-то один красивый там томно вылез, да, допустим, да? Это как-то можно было бы ещё девушку соблазнить, допустим, да? А когда там вот толпа этих мужиков бегает, то тоже очень сомнительно, да? Ну да, здесь у нас с мужчинами принципиально разные позиции. Кто понесётся в скопище, да, в хоровод людей противоположного повода. Да, да, да. А вот... Что мы знаем? Может быть, может быть и нашлись бы такие девушки, Да-да-да, я не сомневаюсь, что девушки найдутся любые, что это просто... Если мы говорим о себе, о традиционно воспитанных дамах. Да, да-да, конечно. Ну вот. И, значит, и поэтому для меня вот эта сказка показалась, она написана мужчиной, и она как-то для мужчин написана, да? Во-первых. А во-вторых, вот совершенно... Чем больше я про эту сказку думала, да, тем более неожиданно для меня показался... Неожиданно показался мне собственный вывод, да? Что вообще эта сказка, конечно, поскольку это вот девушки опоруганной вот девичьей чести, я так понимаю, да, когда суженый обманул и так далее, да? Да, да. Да, но более того, что вот эта честь поруга, так она же ещё и... Это как бы сказка про достережение, что бывает с девушками, которые связываются не со своими, а с иностранцами. Да, здесь вообще очень много пластов, конечно. Во-первых, он иностранец. Да. Во-вторых, он иноверец. Иноверец, да. В-третьих, он из другого социального слоя. То есть, вот он чужой вообще по всем параметрам. При этом... Ну, она-то на что-то уже пленилась? Она пленилась на его красоту, на его сладкие речи и на сладкую мечту стать паней. Ага. Выйти из своего как бы круга. Не то, чтобы вот она была пленена его там прекрасной душой, там, или он такой герой, там, он совершал подвиги, ну, как обычно девушки, да, там, в сказках. Здесь, в общем-то, все такое прагматичное. Да, 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 мотивчики-то прямо скажем. И не блещут романтизмом особо. Вот, и как раз, и вот это меня же, опять же, тоже очень позабавило. Помнишь, когда как раз говорят, что вот он, типа, иноверец, да, и как это, иноверец, это вот действительно, он же, по идее, да, все время думал, ну, он же христианин тоже, да, а тут же получается, что католики, они вообще, эритики, они же еще и хуже, даже такое ощущение, что вообще, не знаю, неверующих людей. Потому что, судя по всему, они как-то, да, да, да. Как обычно бывает, чем ближе, тем, тем больше разногласия. Да, 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 быть и различия. К тому же, это же, они не просто иноверцы, они еще и оккупанты. Окупанты. То есть, это же было во времена, когда ляхи владели Киевом, да. Вот, и вот как раз, я вот когда думала, да, что вот, ну, как раз получается, что вот девушка, то есть, вот судьба такая, предостережение, да, что действительно получается, что ты, во-первых, не должен смотреть вот на иноверцев, да, потом опять же смотреть, верить мужчинам, что они говорят, в принципе, красавцам речи слушать, да, как это выводы, которые сидишь, делаешь себе, да, как девушка. Ну, конечно. И, для молодой девушки, для юной девушки, это вот просто список из нескольких табу, просто табу, вот реально, это вот восприниматься, если вот на молодые, на свежие мозги, да, это так оно и будет, что типа вот как может искушать это, а там же еще какая фишка, это же еще и дьявол мог быть, вот таким-то, при таких вот условиях, при такой своей внешней красоте и сладких речах, он еще мог и дьяволом оказаться, вот ведь что. И в этом смысле мне стало как-то, я стала думать, да, а не занимаемся ли мы с тобой, например, очень странной вещью, просто потому, что эти ведь сказки, да, кто, вот эти сказки сейчас читает, девушки молодые сейчас читают про, про вампиров, про прекрасных вампиров, которые как-то приходят, как-то, и вот у них свои, чужие, да, которых можно любить, которыми можно увлекаться романтически и так далее, да, то есть на самом деле, судя по всему, вот это табу, да, когда он другой настолько, это же, ну, получается тема-то старая, она опять обыгрывается, тогда чужими были иноверции, и люди там вот эти вот, да, другого социального положения, а теперь они вообще даже и не люди совсем, да, то есть, ну, да, то есть определенный прогресс, конечно, наблюдается, да, то в принципе люди, по крайней мере, если люди-люди, они хотя бы люди, да, ты теперь должен бояться людей, которые вообще другие, вернее, существа, когда они вообще другого рода, другого плана, там, да, даже и не люди совсем, да, вот, и, и, а потом я стала думать, что вот, ведь это вопрос только водораздела, да, кого ты считаешь чужим, собственно говоря, да, ну да, конечно, конечно, как он выглядит, да, и по большому счету, получается, тема все старая, то есть, вот одежда меняется, теперь это вампиры, тогда эти были ляхи, да, симпатичные, да, вот, но получается вот это вот сам, сам вот, сам страх вот юной девушки, которая, в принципе, увлекается чем-то чужим, а потом ее ждет наказание, это получается такая совершенно неизбывная, повторяющаяся тема. Алло? Да, согласна, согласна, согласна. Вот, и я вот... Согласна, но упал. И в этом смысле... Да. Что? Ну ладно, давай, договори потом, я запомню, что я хотела сказать, договори. А, я просто потому стала думать, например, что как бы у нас с тобой дочек нет, ну вот у тебя разве что вот внучка, да, сейчас, а у меня там юноши достаточно взрослые, как бы эта тема получается, то есть они, они у меня эти ляхи, да, которые с усами, которые вот и так далее будут, и я вот, например, думала, что, что, например, и сказка мне показалась, с одной стороны, ведь, понимаешь как, с одной стороны, она вроде как, вот с того, с чего я начинала, то, что она мужская, написана мужчинам, и опять же про этих прекрасных русалок, да, вроде как она для мужчин, в том плане, что вот этот искушение и так далее, вот это все, вот эти образы, да, а при этом получается, для кого она предназначена, эта сказка, она получается для молодых девушек, и то есть я в этом смысле, я вижу какое-то, знаешь, какое-то противоречие такое, то есть на самом-то деле не очень понятно, кто же тогда должен эти сказки читать, потому что, например, представить, что, например, мои сыновья, допустим, эту сказку, нет, они, конечно, могут прочитать, вот именно как вот, как просто поэтическое послание такое, да, как бы про русалок и так далее, может быть, конечно, где-нибудь, где-нибудь что-нибудь мелькнет такое, что вот эта вот девушка стала русалкой, потому что там ее обманул вот этот суженый, да, вот, и как бы осталось вот такое очень странное впечатление, как бы, то есть я на самом деле не очень понимаю, кому эти сказки читать, те, кому, те, для кого они предназначены для молодых девушек, может быть, они как раз бы и читали бы эту сказку, да, и при этом получается, что это, это вот воспроизводит, вот это, понимаешь, я опять же с этим настолько не согласна, да, потому что мир же меняется, да, да, я тебя понимаю, да, а тут опять получается девушка, вот она как бы должна выживать в этом мужском мире, где мужчина всегда соблазнитель, ну, так ли сейчас уже вообще, скажи мне, пожалуйста, то есть как бы, ну, скажем так, то, что называют цивилизованным обществом, я думаю, что уже это давно не так, все равно эти отношения такие, скажем так, одинаково ответственные, да, где люди, вступающие там в отношения, там, присматривающиеся к другу другу, они, в принципе, одинаково, по-моему, отвечают за ситуацию, и даже, вот это всегда выглядит несколько странно, когда девушка считает, ну, вот там, ах, мини, ну, когда она встает в позу жертвы, ну, в принципе, поза жертвы в современном мире, мне кажется, несколько странной и натянутой, при всех возможностях, почему, которые, ну, почему, разве, разве сейчас не продолжают, что вот люди выросли в таких условиях, вот они жертвы, там, даже, например, вот говорят же, я прошу прощения про тех же террористов, что вот молодые люди, которые, например, их обрабатывают, да, но они же получаются тогда жертвы промывки мозгов, да, или там население, оно жертва пропаганды в стране, допустим, это же, это же позиция жертвы, почему ты говоришь, что-то смешно, это помогло, знаешь, я поэтому оговорилась, как бы, говоря вот о мире, который считается цивилизованным, может быть, это не именно страны, там, Европы, там, штаты, или может быть, это, скорее всего, наверное, я цивилизованным называю тот слой населения, который понимает, что за свою жизнь они сами несут ответственность. Это очень трудно выделить тогда. Традиция, знаешь, традиция такова, что, ну, к этому идет, я думаю, что большая часть населения рано или поздно к этому придет, потому что, ну, вот, позиция жертвы, это более свойственно, мне кажется, для традиционного общества, или для того общества, которое, ну, там, постепенно меняется, ну, в своей основе еще все-таки остается традиционным. И там, где традиция, там, где вот какие-то предписаны, там, я не знаю, ритуалы, должностнования, что и как должно быть. Нет, я вот хочу тебя спросить, да, что вот это вообще само по себе представление о том, что, допустим, да, вот на молодых людей, там, на молодых девушек, на молодых мальчиков влияют, да, говорят, например, там, вот была, там, не знаю, полоса этих суицидов, да, да, то, и говорят, что это влияние интернета, допустим, влияние окружающих, влияние, например, там, других людей и так дальше. Разве это, когда есть влияние, разве это не предполагает, что тот, на кого влияет, он является жертвой этого направленного воздействия? Причем тут вообще какой-то слой населения, который цивилизованный или нет, я не очень понимаю. Мы же говорим о взрослых людях, Нет, почему в данном случае мы говорим о молодых... Те, на кого влияют, но это дети, которые еще, ну, просто еще не несут, не могут нести за себя ответственность. Ну, подожди, а где проходит эта граница? Потому что мы сейчас говорим о вот этих вот молодых девушках, да, вот эти, которые потенциально становятся русалками ввиду того, что, ну, вот эта вот ситуация, которую мы сейчас разбираем, это вот где граница, где ты еще ребенок, который не несет за себя ответственности, потом уже ты девушка, которая принимает, потому что ты как только девушка, которая влюбляется и принимает какие-то решения, там, допустим, да, то это же все, ты же принимаешь решения, и где вот этот момент тогда, жертвы еще есть, и потом уже это твое решение, вот так определить, потому что мне не кажется, что это вообще связано с какими-то слоями населения, или вот с чем-то там таким, мне просто кажется, что это индивидуальный момент взросления у каждого человека, и у каждого он очень особенно индивидуальный, каждый проходит по этому пути как-то по-своему. Ну, да, возможно, конечно, я упал в дебре несколько по поводу моментов населения, потому что вот, например, вот в данном случае, допустим, любое влияние, которое вот, ну, опять же, ты посмотри, даже если есть взрослые люди, ну, ты же, ты же тоже, как взрослый человек, разве ты не ощущаешь, что на тебя тоже влияют другие люди, влияет то, что считается в обществе там правильными, или какие там идеи, или последние там научные находки, и так далее, разве это все на тебя не влияет? Ну, конечно, влияет. Вот, видишь, то есть, а я... Естественно, влияет, но в конце концов, ну, решение-то по-любому принимаю я, а не те, кто на меня влияет. Но просто, опять же, но общество, видишь, получается же борется с тем, что, например, говорит, что вот они борются с рекламой, допустим, да, потому что говорят, что реклама влияет на то, как люди покупают или не покупают, допустим, да, это же тоже момент влияния, и тогда говорят, что ты там стал жертвой рекламы. Понимаешь? То есть, мне кажется, этот вопрос, вот влияние, и то, как каждый из нас там подвержен влиянию, и как он на него отвечает, понятно, что, в принципе, это там любой там, если была там реклама Кока-Кола, скажем, симпатичная, но это, конечно, это ты пошел, купил магазин, и купил эту там банку или бутылку Кока-Кола, да, конечно, это ты сделал, да, но просто, опять же, вот тогда тебе возражает, говорит, что если бы не было, тебя так не бомбардировали, там в самый там такой прайм-тайм, там, допустим, тебя не промывали так мозги, да, то ты бы не пошел бы, то есть, это вот видишь, то получается изначально ты жертва, я, причем я понимаю, что ты имеешь в виду, что как бы тебя не бомбардировали, ни информации, ни пытались на тебя влиять, то если, в принципе, ты достаточно там, мне лично кажется, это не вопрос цивилизованности, а вопрос просто определенного, если ты достаточно, определенный уровень зрелости, да, что когда ты осознаешь, что как на тебя влияют, и ты можешь сказать, что да, я пойду куплю эту Кока-Кола, или не куплю там, то есть, по любому поводу Кока-Кола, здесь просто пример, да, вот, да, и в принципе, вот это состояние, но видишь, какой бы ты ни был зрелый человек, все равно же есть этот момент того, что ты, даже, например, как подают тебе, например, новости, да, или как подают тебе информацию, эта информация же, она всегда влияет на людей, она влияет на наши выборы, да, влияет на то, как мы себя ведем, правильно? И в принципе, это всегда очень трудно критически относиться к информации, разве нет? Ну, согласна, но все равно, когда ты слушаешь эту информацию, да, в тот момент, когда ты ее слушаешь, и когда ее каким-то образом подают, все равно, мне кажется, у тебя, ну, вот первая твоя реакция, она будет, она все равно как-то сопряжена с тем, что у тебя внутри, и ты эту информацию как-то воспринимаешь, да, тебе могут там, в принципе, сейчас там у того же телевидения есть огромные возможности, чтобы преподать любую информацию под определенным соусом, под тем, которым, и чтобы внушить тебе именно то восприятие, которое, в котором заинтересованы информацию подающие. Ну да. Но, мне кажется, ну, есть же у человека еще какой-то, я не знаю, там, здравый смысл, есть какое-то вот чувство, мне кажется, ты как-то должен понимать, когда тебе что-то втюхивают. Вот там все равно есть какой-то вот момент натяжки, не знаю, какой-то момент неискренности. Ну, вернемся к нашей сказке, это мы так далеко убежали, уже до Кока-Кола домчались. Ага. Она же чувствовала, что это сладкие речи. Она же понимала вот их слащавость. Вот, ей просто, ей хотелось это слышать, ей было приятно это слышать. Но, тем не менее, вот эту слащавость-то его, она же ее понимала. Подожди. Вопрос? Ты же помнишь. тот, кто не знал, как к этому относиться. Наша Горпинка, ты вспомни, да, она же была первая девушка на селе. То есть, и она поэтому, в принципе, она была такая красивая, и все это признавали, вот общественное мнение было такого, что она красавица и так далее, да. То есть, на самом-то деле, она же была готова к этим сладким речам, потому что наверняка другие же тоже говорили ей очень приятные вещи, да. Просто этот вот поляк, он, например, говорил это, видимо, очень искусно, и потом там же говорил, что вот, типа, что первые речи, когда тебе льстивые, да, то девушка им верит, да. Вот если вспомнить, например, себя по молодости, допустим, ну, конечно, редко попадались юноши, обычно же это были какие-то зрелые совершенно мужчины, да, зрелые и некрасивые, которые умели говорить льстивые речи, да. Ну, потому что юноши как бы молодые там, допустим, это же опять же, зачем этим молодым красивым юношам такие льстивые речи, если в принципе они, как это и так, достаточно хороши собой, это не их конек, да. А вот эти вот старые, как бы неинтересные, зато они могли как-нибудь говорить тебе что-нибудь красивое. Вот лично у меня, у меня по молодости было такое ощущение, что вот эти льстивые речи, они обычно как бы не от молодых красавцев, а представь, что вот это был бы молодой красавец, причем он такой поляк, весь такой и пан, и прочее, да. Мало того, что он необычный, да, он, во-первых, красивый, да, во-вторых, он необычный, да, он оригинальный, он не такой, как все, да, и при этом он тебе поет нежные песни, что нежные эти, что речи толкает, что ты вот такая совершенно замечательная, что он таких не видел. Помнишь, он еще, мне еще так тоже позабавило, что он ей говорит, что в городе. Да, с городскими девушками, да, с городскими девушками. То есть на самом деле, все вот эти вот речи, он же правильно все сказал, да, как бы все сработало, да, то есть, и, как сказать, то есть, а понятно, этот момент обольщения, он же тоже весь понятный, не потому что, почему нет, почему красивая девушка не может опять же верить, что вот он тоже так думает, опять же, я уверена, что этот поляк, вот тоже пока говорил, тоже в это очень все сильно веял. И потом ведь даже, опять же, неизвестно, может быть, он просто приехал вот потом к своему бате потом, а отец ему сказал, ты что, спятил, он же богатый, у него положение, что ему нужно было, как аристократу, жениться правильно. Правильно? Ну да, в принципе, мы же даже не знаем, что там происходит. Его часть истории, конечно. Может, он его просто не пустил, может, его там заперли, может, он там, да, в принципе, как бы про него-то вообще мало что понятно. Да, да, его там хотел. Тем более, там был такой вот момент в конце, если помнишь, когда его нашли, да, за щекоченным русалками, что у него врагов-то не было. То есть, если бы уж он был, как бы, такой вот циничный, да, циничный лавелас, я думаю, там хватало бы, как это, товарищей желающих его кровушки, а тут у него одни друзья были. Да, такой момент немножко, интересный, не совсем проявленный. Да, и поэтому сказка получается еще более запутанная, потому что, ты представь, то есть, вот эти два прекрасные погибли, да, потому что, вот получается, они родились там в разные, в разных вот сословиях, да, они там не тогда встретились и прочее, получается какая-то грустная такая сказка, потому что не тогда родились, допустим, да, потому что встретились бы сейчас, где не было бы так важно, что он поляк, там она, там хохлушка, и что вот у них совершенно разные вот эти статусы, да, может быть, и все было бы хорошо сейчас, да, допустим, вот, но мне-то кажется, как раз вся поэзия этой сказки заключается же в этом, в колдовстве, да, в колдовстве, потому что, ну вот, кстати, про колдовство, меня совершенно возмутил этот их боровик, вот этот колдун-то, который что-то там лежал, что-то там сотрясал, да, какой-то совершенно отвратительный колдун, он так противно выглядит, и еще вот эта вот жаба, которая у него там скачет в ногах туда-сюда, да, меня тоже как-то это все так утомило, нет, я, конечно, понимаю, это просто вот этот колдун был такой отвратительный со своей жабой, да, он был как раз просто противовесом вот этой же прекрасной христианской вере, я понимаю задумку, да, но мне все равно казалось, что как бы если бы это было не так отвратительно и не так однозначно, да, тут же получается, что вот она хотела вернуть, допустим, дочку, да, и вот она поперлась же к этому колдуну, да, это как бы типа того, что, и это было все так противно еще выглядело, да, что ты сидишь и думаешь, ну что она туда пошла, что там хорошего может быть вот с этой вот страшной жабой и с этим трясущимся от холода на жаре мужиком, да, понимаешь, как бы, так-то, так-то, вообще непонятно, почему, собственно, к нему ходили-то, то есть, такое ощущение, что никто, добрат от него особого не видел. Именно, какой смысл, да? Бабушки вот эти доброходные, непонятно, там, самые вообще жуткие персонажи здесь, по-моему, вот эти вот бабушки, которые всех там направляли, тихохонько такие, где-то там вообще на заднем плане, практически посреди пыльных декораций, какие-то бабушки, которые и девочку туда сплавили, и маму туда отправили, и в общем-то. А ты не находишь, что на самом-то деле, это ведь как раз то общественное мнение, на самом-то деле, вот эти бабушки, так-то они, которые олицетворяют собой, нет? Вот если слушаться того, что, в принципе, как вот надо делать, вот и так далее. И вот потом, например, вот мать-то, да, как бы на самом-то деле, мне казалось, что мать, вот она на самом-то деле, была самая такая хорошая, в смысле положительная, христианская фигура. Вот она, типа, сделала грех, вызвала свою дочку тогда, и воспользовалась услугами этого колдуна, да, но потом же она покаялась, потом терпела эту свою дочку, в смысле, вот год-то она у неё сидела мёртвая в избе, да, а потом, значит, вот она же потом пошла же молиться как-то, да, вот что вот, то есть она потом, получается, отмолила всё, да, все свои грехи, то есть она-то как-то вот замечательно закончила, да, я при этом потом думаю, это получается такая тоже странная, двусмысленная вещь, да, это же её девочка так погибла, да, да, вот представь, потому что она не могла найти с дочкой общий язык, как-то поговорить во время того, когда вот она там увлеклась и так далее, а потом же, опять же, когда она пошла, мать же тоже не знала, да, что дочь когда-то потащилась к колдуну, да, вот, то есть как бы мать не в курсе, но при этом она такая, значит, пострадала и потом вот отмолила все свои грехи, и как это, и как ещё, как другую мать, меня что-то так расстроило совершенно, да, потому что получается, вот, ну вот у тебя есть ребёнок, у него проблемы, потом как-то ты, конечно, пытаешься с ним там что-то, как это, пытаешься его из этого вытащить, да, себе какие-то вот, делаешь вот совершенно какие-то непотребные вещи, в смысле ходишь к колдунам и так далее, да, как бы антихристианские вещи делаешь, но потом это тебе всё прощает, это такой, конечно, весь такой горький, такой весь грустный такой, но ты практически как святой, который вот пострадал, да, и меня вот это вот, и как родитель, и меня почему-то это вот ужасно вообще мучает, да, потому что мне казалось, что вот у матушки могла бы быть какая-то более трагическая быть судьба, знаешь, а не то, чтобы её получается вот слегка пострадал там и так далее, ну, потом всё это дело искупил, молитвами, короче, не нравится. ну, матушка, матушка послушала общественное мнение, делала как она захотела, матушка послушала колдуна, сделала всё, как он захотел, ну, и потом матушка вот слушала людей в монастыре, да, что надо делать, как быть, и всё такое. И вот она как раз та самая фигура, которая всё время делала, как ей скажут, и в принципе ведь она получается, и получается это ведь очень неплохо, да, то есть вот ты потом делаешь, как скажут, что-то там даже грешишь, каешься, а потом всё будет хорошо. Это же тоже получается вот то послание, которое на самом-то деле меня вот раздражает, потому что оно вот, да, вот оно типа ты делаешь, как тебе велено, да, вот она так послушная получается, да, вот типа, и вот если бы, например, у неё такая дочка же была бы послушная, она бы тоже там слушалась бы матушку, да, и ничего такого бы не произошло. Короче, мне интересно, если бы, вот смотри, это же сказка, которую, ну, написал конкретный человек, да, то есть сказка, которая не обкатана, там, веками пересказов, да, 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 и куча народа, да, вот мне кажется, сказки, они как камушки, да, вот они вот, волнами вот этими, многих пересказов, там, восприятия не обкатываются, обкатываются, в конце концов, там выкристаллизовывается какая-то вот, такая очень, мне кажется, какие-то здравые очень такие вещи, которые, вот, ну, очень важные, и там уходят какие-то крайности, уходят какие-то лишние, там, может быть, там, повороты сюжета, там, излишнее морализаторство, мне кажется, в сказке остаётся вот именно что-то такое, что трогает потом многие поколения, а вот эта сказка, она, получается, не обкатана, она мало того, что не обкатана, здесь сказка осталась то, что туда закладывал вот этот вот конкретный человек, и вот, да, любопытно вообще, было бы знать, что конкретно он-то туда закладывал, да, интересно, когда она описана в XIX веке, наверное, да, мне кажется, он вообще под воздействием Гоголя творил, такое ощущение, что там, вот мне, кстати, интересно, кто был раньше, вот он не поглядел, а хотела, кстати, как раз посмотреть, кто писал раньше, да, вот, и это самое, и, потому что, вот согласись, у Гоголя нет вот таких вот моралей, вот у Гоголя оно как-то ближе к такому, к народному, вот помнишь, нет? Ну, согласна, даже вот его, вот его топлинице, допустим, я потом, кстати, как раз пыталась, я хотела как раз сравнить, допустим, эти сказки, и потом, например, я подумала, что, может быть, поэтому, в конце концов, эта сказка ведь и не очень известна, да, потому что я на самом-то деле думаю, что известными же опять же становятся те сказки, которые трогают очень много народу, да, конечно, 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 а здесь вот вообще, вот так вот, если посмотреть, вот, основных героев, да, ну, вот, это Гарпинка, ну, да, там, у нее случилось горе, ушла она в русалки, но там-то ей хорошо, в общем-то, там же все классно, все зашибись, нет, там согласна, да, согласна, там солнце светит, как она это описывала, бог ты мой, мне самой туда захотелось, как она описывала про эту свою жизнь, нет забот, да, все молодеют, да боже ты мой, там, и весело-то у них, и резвые-то они, и зимой-то у них тепло, и летом там вообще все просто, короче, некуда, та же мама, да, которая, ну, в итоге она примирилась со своей судьбой, и, в общем-то, как я понимаю, достаточно просветленная ушла, с этого мира. согласна, да. И вот, самое-то ужасное с этим, бедным паночем. Да, да, а вот, и вот, как раз получается, вот он, как раз вот возвращаясь, да. Вот, за все и получил, хотя, в общем-то, его грехи-то не настолько внятны, и не настолько понятны. Вроде бы, как подразумевается, что он девушку обманул, да, ну, это вот она такую, то есть, ну, это же как бы с позиции именно девушки это все так выглядит. Потому что мы не знаем, что было на самом деле с ним. Да, сказала мама двух сыновей, да. Мы не знаем, что там было с мальчиком, что он там такое сделал. Я с тобой согласна, да? Но вот на самом-то деле, как бы, это же страшилка, и ведь, и получается, что вот то, что он был наказан, да, русалками, да, это как бы, горпинка, она отомстила ему потом. Понимаешь? То есть, вот за ее загубленную девичью жизнь ему потом отомстили, вот он так ужасно умер. Знаешь? То есть, как бы, по большому счету, я же говорю, получается очень странная вещь, что вот с чего мы начинали, да, что сказка вроде как страшилка для мальчика. Вот ты так поступишь, потом тебе вот русалки, там какие-то невинные жертвы, потом тебя защекотят, и погубят. Да? Угу. Вот. Ну и на самом-то деле, как бы, сказка, ну вот просто все его вероломство, оно на самом деле здесь не очевидно. Нет, если бы там четко было понятно, да, что девчонку обманул, там специально говорил, чисто хотел вот поспользоваться, и все, и ничего такого не имел в виду. Но тут же непонятно. Тут это все не очевидно. Ну как же по пастуркам. Может быть и было очаровано. Ну по пастуркам. Понятно, что же не вернулся, обманул, слово не сдержал, а не сдержал все. может он не смог вернуться. Это уже отговорки. Тут как-то, почему он не смог, как говорится, хотел бы, смог бы. А, ну да, богатый, понятно, он богатый. Да, как бы, если вот пообещал, вот слово дал, то все, вот должен был вернуться. Понимаешь, вот его через год же нашли, может быть, он к ней вернулся. Какая-то оптимистичная, она не хотела верить, вероломство, поляк. Упорно. Нет, я не оптимистичная, я лишь выступаю, в данном случае, наверное, адвокатом, потому что, ну как, не доказано, вина подозреваемого не доказана. Ну, не очевидно это все, не очевидно. Хоть как. Ну, ведь на самом-то деле, это ты только это видишь, да, потому что о том, вот, что там, что поляк был вероломный, это как бы по умолчанию известно. Понимаешь, никто его судьбой там, почему он там не смог, что там происходило, это ведь ничего не рассматривается. Как бы, грубо говоря, сказка не о нем, он там просто вероломный. да. Да, вероломный, там такая, сила вражеская, поляцкая, еще и наверхская, да, которая вот сделала плохо и ей отомстили. Ему стало плохо, хуже всех. Ну, понятно. Так что это об этом. И на самом-то деле, наверное, самое интересное, что вот мы с тобой вот сегодня раскопали, вот лично для меня, да, потому что пока это были такие уроки просто вот для молодых девушек, для молодых мужчин, когда вот будьте осторожны в том плане, что и так далее, да, это было достаточно, ну, достаточно понятно, хорошо, замечательно, но не так интересно, да, а то, о чем мы начали с тобой разговаривать, о том, как вот люди становятся жертвами, считают себя жертвами, как происходит этот момент, потому что ты же, получается, ты не можешь считать эту гарпинку, вообще говоря, жертвой этого поляка. ты считаешь, что она поступила, она выбрала там этого поляка, то есть она хотела в это верить, она хотела улучшить свою судьбу, она хотела стать пани, да, она хотела выйти в другое социальное сословие, да, вот, и ты считаешь, что это она не жертва, а она просто как бы сделала такой выбор, и этот выбор привел к каким-то результатам, да, вот, и, например, если так вот, допустим, эту сказку рассказывать или так ее, допустим, читать, да, то, наверное, такое ощущение, что такое бы послание бы ты, наверное, да, его проносила, да, пыталась вот так вот рассказать эту сказку, да, я вот стала думать, вот как бы я эту сказку рассказывала, наверное, мне больше понравилась вот эта часть вот описания, вот как вот они были с этими зелеными венками, как вот они там бегали, там, и вот это вот, когда вот это что-то такое, такое сверхъестественное, таинственное, которое раз в год появляется, по ночам бегает, и это, в принципе, очень откликается, да, у меня в душе, потому что вот тоже вот поверье же такое есть, допустим, у Якутов, да, что в феврале выходят как раз вот духи, да, наружу, и причём там есть определённое какое-то время, когда выходят духи именно утопленников. Вот, и как раз... И Якутов всегда происходит в феврале? Это в феврале происходит, да. Вот, и... Ну, это, в принципе, время февраль, когда вот духи выходят, когда вот они, знаешь, это время выхода духом, да, но вот почему-то там есть какое-то определённое время, вот, и в этом смысле и вот эти вот... И, в принципе, там считают, что ты должен вести себя очень аккуратно в это время, потому что как раз тебя могут утащить, да, и так дальше, вот это всё, да. А потом я всё время думала, куда у февраля... Куда тебя могут утащить в феврале, скажи мне, там же ещё лёд потный, не знаю. Объясните мне, объясните мне, Я понимаю, ещё летом, да, вот как раз Купала какая-нибудь, да Летом или где-нибудь поюжнее Хотя бы в Московской области Там в феврале, да, иногда Это уже лёд потоньше Куда-нибудь попасть Ну вот, ну, короче, там мы отклонились И вот это состояние Принимаешь ты решение Или есть, в принципе, какие-то ещё потусторонние силы Вот и есть человек И, в принципе, есть потусторонние силы Которые на тебя влияют И может что-то с тобой страшное сделать и так далее, да Это, конечно, лично у меня вызывает Такое вот ощущение, знаешь Такого внутреннего страха Такого древнего человека Который, в принципе, смотрит И все вот это всё, что снаружи Оно всё неизвестно и всё пугает И как бы это очень приятно Погрузиться в это ощущение, допустим, да Честно говоря, знаешь, мне непонятно, почему приятно Почему приятно? Приятно, да Это не вопрос даже приятно, да Это, знаешь, это как тоник такой Он, он, он А пощекотать нервы Да, это как завершающий тоник Да, у тебя щекочут нервы И ты чувствуешь себя живым Ну, это всё равно как прокатиться там на Как это на американских горках На американских горках, понятно Ты прокатился и ты чувствуешь себя Ух, бодрый и живым, и свежим И всё, всё кажется совершенно таким вот Но эти вот, как бы в этом смысле вот такого уровня Сказки и предания, вот они Мне вот похожи вот на эти американские горки Ну, вот так вот с этой сказочкой сегодня Ну, насколько я поняла твой ответ на мой самый первый вопрос В начале нашего обсуждения Что тебя в этой сказке привлекло Тебя всё-таки привлекла именно поэтичность описания Вот этих вот девушек Вот этого щекотания нервов Вот этого Не столько поэтичность описания Хотя, конечно, язык Это же большая очень часть восприятия Мне просто нравится эта действительность В которой существуют эти девушки Знаешь? В котором вот нет вот этого грубого Взял, утонул, а потом вытаскивает этот труп И это совершенно ужасно выглядит А вот такая, что просто человек исчезает И вот он где-то живёт под водой То есть вот эта вот альтернативная реальность Которая там описывается, да? И она, что вот там тепло Что там, это знаешь Это на самом-то деле, мне кажется Вот такое утешение тоже, да? Если, например, у тебя кто-то утонул, допустим Понимаешь? Как бы и то есть И в принципе вот это вот тоже сродни, мне кажется Сказкам про... Не сказкам, а этим легендам Не знаю, вы, наверное, так не считаете Про рай там и так далее, да? Когда, в принципе, есть то место Куда ты уходишь И оно, в принципе, не такое страшное И вот это вот сама по себе вот действительность Которая очень отличается от мира Который вокруг, да? И вот он наполнен не обязательно ужасами А он может оказаться вполне прекрасным Как бы вот это то самое ощущение Прекрасного далёка Я, в принципе, очень люблю узнавать Про разные альтернативные, скажем так Миры и восприятия Вот Вот поэтому я... Спасибо Спасибо за выбор Ну, спасибо тебе, Лариса Мне очень интересный такой твой взгляд Спасибо, мне тоже было очень интересно Спасибо за беседу, Лариса Спасибо, что вы слушаете сказки и наши обсуждения До новых сказочных встреч! Субтитры создавал DimaTorzok